Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем с вами рассмотрение послания к евреям. Восьмую главу автор послания начинает с уже неоднократно приводившегося положения о том, что Иисус Христос является первосвященником и воссел Одесную престола в Величественной Небесах. И есть священно действитель, святилище и скинь и истины, которую воздвиг Господь, а не человек. Еще раз отметим с вами, что все те предикаты, все эти определения, все эти наименования, которые мы с вами встречаем на протяжении этого послания, они достаточно многообразны и интересны, относятся именно к прославленному Иисусу Христу, Кресту, который воссел Одесную престол и Величества в Небесах и пребывает во славе. Именно там, завершив свое служение, он стал священником, именно там он стал и начальником спасения, и сыном, и даже Христу. И священник, конечно, он не может быть каким-то священником номинальным, он должен иметь место своего служения. Хотя буквально на днях мне рассказали о том, что бывают и безработные священники. В Москве была целая биржа безработных священников, и дело в том, что было очень много домовых храмов, и туда с утра приходили торговаться для того, чтобы в домовой церкви священники могли совершить литургию. Торг был довольно серьезным, и когда цена снижалась и доходила до какого-то своего предела, священник мог сказать, ну нет, и подносил к арту калач. Если он бы что-то вкусил, то он не мог бы служить. Тогда торг останавливался, и, значит, уговоренная сумма ему выплачивалась после служения. К чему я это говорю, к чему это вступление, это напоминает тому, что священник должен где-то служить. У него должно быть обязательно место служения, и любому священнику всегда выдается сталинческая гранта, на которой прописан указ, где он свое служение совершает. Так вот, возникает вопрос, а где проходит служение небесного священника? Если мы объявляем Иисуса Христа первосвященником, почему мы с вами разбирали в седьмой главе, то как дальше это священство себя осуществляет, где оно совершается и с чем связано? И только что мы слышали, что этим местом является святилище искиния истины, которое воздвиг Господь, а не человек. И эта идея, она выводится автором послания из Ветхого Завета, когда Моисей получал повеление от Бога о постройке скини, после того, как он спустился с горы, когда он показал народу скрижа Лизавета, о Бог еще до этого дал ему некое задание. Он сказал относительно скини, относительно переносного храма, смотри, сделай их по этому образцу, какой показан тебе на горе. Что это означает? Это означает, что Бог показал Моисею истинный образец, тенью которого становится все земное богослужение. И у нас есть цитаты, которые подтверждают такое видение, такой же подход, как и приведенные слова из книги Исход. Например, «Ты сказал, чтобы я построил храм на святой горе твоей и алтарь в городе обитания твоего, по подобию святой скини, которую ты предуготовил от начала». То есть в обоих текстах речь идет о точном соответствии небесному образцу. «Итак, превознесенный выше небес Иисус Христос стал святилищем небесной скини, ибо если бы он оставался на земле, продолжаем читать послание, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары». Мы с вами говорили о том, что Иисус Христос уже вне рамок закона, потому что законное священство осуществляло свое служение в Иерусалимском храме. И действительно, если бы он оставался на земле, если бы не было вознесения, то священником он быть бы и не мог. «Сей первый священник, продолжая это послание, получил служение тем превосходнейшей, чем лучшего он стал ходатай завета, который подтвержден на лучших обетованиях». И действительно, завет был непосредственно связан с самой скини, и скини получал свое воплощение, реализацию, потому что действительно через храмовое богослужение, через систему праздников и различных других установлений осуществлялась для еврейского народа связь с Богом. Храм, напомню, был только один, никаких других храмов не существовало, и тем самым завет был локализован только в одном месте на земле. Но прежде чем перейти к теме завета, о которой мы уже не раз уговорили, мы должны все-таки разобраться с вами с небесной скиней. И здесь есть очень интересная загадка, потому что в 9 главе, следующей, которая начинается с описания богослужений и святилища земного, есть одна неточность или ошибка, которая всегда была предметом недоумений или даже головной боли для оттолкования. Ибо устроена была скиния первая, 9 глава, 2 стих, в которой был и светильник, и трапеза, и предложение хлебов, которое называется святое. За второй же завесой была скиния, называемая святая святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где был золотой сосуд с манную, жезла аронов, расцветшие и скрижали завета. И над ними херувимое синяющее очистилище, о чем нужно теперь говорить подробно. Итак, собственно говоря, конечно, для людей нас, которые, в общем-то, с устройством ветхозаветного храма никак не связаны, и, может быть, действительно, эта ошибка, которую я пока еще и назвал, не столь очевидна. Но даже, наверное, для учеников воскресной школы, которые это устройство неоднократно проходят, они бы сразу поняли, о чем идет речь. Собственно говоря, для этого даже и не нужно особых знаний. В святая святых оказывается жертвенник кадильный, где он, конечно, никогда не стоял. Я напомню вам, с чего начивается Евангелие от Луки. Это возможность для священника Захарии войти в ту часть храма, который называется святая, и в которой исторически и стоял этот самый кадильный жертвенник. И для Захарии это был уникальный день в жизни. Дело в том, что обязанности между священниками распределялись с помощью жребия. Вообще священническое сословие было поделено на 20 частей, на 20 черед. Во времена Иисуса Христа количество священников достигало 20 тысяч. То есть, в принципе, каждая череда, это было где-то около тысячи, ну, чуть меньше, пусть 900. И понятно, что вполне возможно, что священник всю свою жизнь мог выполнять свои обязанности в храме, но ни разу ему при таком количестве участников не выпало бы жребий о том, чтобы он мог войти во святая и положить ладан на кадильный жертвенник. И поэтому по существующим правилам, если тебе этот жребий выпадал однажды в жизни, то больше в этой жребьевке тоже никогда не участвовал. И для Захарии, который был уже, конечно, преклонного возраста, это был важнейший момент его жизни. Можно сказать, это была кульминация его священнического служения, когда он входит во святая, когда он возлагает ладан на жертвенника одинник, и там, как вы помните, ему является архангел Гавариил. Но как получилось, что составитель этого послания, который, конечно, прекрасно знал Ветхий Завет и разбирался во всех особенностях Ветхозаветного культа, мог допустить, что кадильный жертвенник перемещается во святая и святых, о котором мы уже с вами говорили в связи с празднованием Дня Очищения, где он, конечно, никогда не стоял. Я вам приведу одну цитату. Это пособие Иванова «Руководство к изъясительному чтению книг Нового Завета». Оно и в наши дни, древолюционное семинаровское пособие, неоднократно переиздавалось. Итак, читаем. «Одно из труднейших мест, которое могло в древности подрывать уважение к посланию, как заключающему исторически неверное описание устройства Скини». Итак, как же произошла эта ошибка? Почему она могла быть? И здесь мы с вами как раз еще раз можем понять, насколько действительно это непростой текст, потому что на самом-то деле эта ошибка, разумеется, в кавычках, она в послании не является единственной. И об этом еще речь впереди. Я думаю, что и все такого рода ошибки мы не можем рассмотреть в рамках вот такого популярного чтения, доступного курса. Но с этим нам нужно разобраться. Почему? А потому что действительно мы с вами задались вопросом, что представляет собой место служения небесного первосвященника. И так, Христос входит на небо. Именно там, согласно посланию, приносит свою жертву. Забегая несколько вперед, скажу о том, что для послания, для его богословия это имеет ключевое значение, потому что результаты, плоды, итоги этой жертвы таким образом как бы достигают Бога. Согласно посланию к евреям, земной культ, а его значение, у нас с вами еще речь впереди, при рассмотрении 9 главе, он не достигал неба, и поэтому был безрезультатен. Грехи не прощались. Многочисленные жертвы, которые чередовали друг друга, оставались лишь только напоминанием о грехах. Жертва же Христа достигает Бога, и благодаря этому она становится действенной и столь результативной. И согласно приводимому описанию святилище, которое принадлежало этому миру, то есть земной скине, оно является отображением небесной, на небе тоже присутствует жертвенник, на котором была принесена жертва Христова. Без согласно вот такому культовому пониманию, культовой интерпретации, без наличия жертвенника, жертвоприношение в принципе невозможно. И здесь мне тоже необходимо сделать одно очень важное отступление, прежде чем нам идти дальше. Может быть, это немножко нас выведет из напряжения темы, но оно представляется не крайне необходимым. А именно, для нас с вами является привычным, что мы смерть Иисуса Христа на Голгофе приравниваем к жертве, называем так. Но для людей времени Нового Завета, конечно, это все звучало необычно. Необычно в том смысле, что жертвы приносились в храме, они приносились на жертвенников. И, конечно, собственно говоря, по сути, весь Новый Завет является ответом на один. Очень важный и значимый для нашего спасения вопрос, для чего эта смерть была нужна. И если вы будете читать внимательно послание апостола Павла, то в каждом послании он ищет ответ на этот вопрос. И в каждом послании он высвечивает причины этой смерти с разных сторон, находит на этот вопрос все новые и новые ответы. И, по сути, и Евангелие, они тоже являются ответом на этот вопрос. Неслучайно один из известных комментаторов назвал Евангелие приставанием остростной седмицы с видением. То есть вся последующая история, она является видением к тому, почему же смерть произошла, всего чего она стала возможной, как это случилось. Итак, за смертью последовало воскресение. То есть тем самым Иисус Христос перешагнул смерть, он переступил через нее. Для него, в отличие от всех людей, она оказалась недейственной. И тогда возникает неизбежный вопрос. А для чего тогда она была нужна? Зачем он пошел на это? Почему это было нужно? Как я уже сказал, по сути, весь Новый Завет является поиском ответа на этот вопрос. Для чего нужна была эта смерть? И один из ответов, который мы находим, который нам предлагается откровением, это то, что эта смерть была жертвой. Что это значит? А это значит, отчасти я об этом уже сейчас сказал, то, что прежний культ не достигал ожидаемого результата. И на самом-то деле это сознание пришло достаточно рано. На одной из предыдущих встреч мы с вами упоминали 50-й Псалом, который все, конечно, наверное, знают наизусть, потому что читают его каждое утро. И псалмопевец говорит, «Аще бы восхотелось и жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши». Жертва Богу, Дух Сукрушен. То есть Давид, раскаившийся в своем преступлении, понимает, что одними жертвами дело не поправишь. Они, сколько бы он их ни принес, еще не загладят его вину перед Богом. И это сознание, это понимание, оно проходит через большинство пророческих книг, где говорится о том, что сотни, там, тысячи литров елея, сотни жертв, они не загладят вину человека перед Богом. Итак, когда откровение, и в частности послание к евреям, которое вокруг этого сосредоточено, а как я уже сказал, именно поэтому оно читается в время Великого Поста на всех литургиях, и мы именно это время выбрали сейчас, сегодня для того, чтобы ознакомить вас с ним, именно смерть понимается как жертва. То есть все, что не могли сделать прежние жертвы, на что они были не способны, смогла сделать эта смерть. Именно она принесла прощение. Именно она сделала возможным искупление от греха. Как и почему это стало возможным, мы с вами разберем впоследствии, уже при анализе следующих глав посланий, 9-й, 10-й. А пока вернемся к тому вопросу, на котором мы с вами остановились, и на теме, от которой вынуждены ушли. А именно, как же стало возможным, что автор послания, столь хорошо знающий все реалии Ветхого Завета и Писаний, и, конечно, то, как был устроен хам, вдруг так неожиданно ошибается, что перемещает кодильный жертвенник из святая во святая святых. Смерть Христа является жертвой. Для жертвоприношения нужен жертвенник. Но задумываемся с вами а в привычном, в известном устройстве храма, который состоял из двора, доступного всем верующим двора израильтян, где приносились именно туши животных, жертвоприношения, и святая, куда только один раз в жизни мог зайти священник, и святая святых, куда только первый священник входил один раз в году, в день очищения. Все ли эти части нужны там? А мы, как помним, земная скиния, согласно посланию, является отражением небесной. Ведь небо – это место присутствия Бога. И в послании говорится, что там Христос предстал пред лицом Божьим. Конечно, недолгое размышление подсказывает нам, что там нет необходимости во дворе, там нет необходимости во святая, святая святых, которая олицетворяет присутствие Бога. Только там она нужна. И тем самым, поскольку на небе может существовать только святая святых, а других частей храма там просто-напросто нет, храма земного, а для жертвоприношения необходим жертвенник, то из той части, которая теоретически могла быть святая, этот жертвенник переносит во святая святых. А поскольку, еще раз повторюсь, небесная скиния, она является прообразом, архетипом скинии земной, то если на небе необходим жертвенник, и находится он во святая святых, то и на земной скинии он оказывается там, согласно описанию послания, где он в реальности никогда не стоял. И это такое, может быть, наглядное, но понимание того, насколько вот может быть для нас ход мысли автора посла несколько необычен и даже странен, но он мыслит именно таким образом, несколько, может быть, свободно обращаясь с священными текстами, которые тем самым отражают ход его мысли. И в этой небесной скинии на этом жертвеннике и тем самым была принесена эта жертва, этим все не заканчивается. В послании говорится и о том, что и пространство скинии было освящено жертвой крови Иисуса Христа, но опять же об этом будем говорить впоследствии, сбегая вперед, еще раз все это говорит о необычности этого текста, потому что действительно можно понять, а зачем пространство небесной скинии должно очищаться, с чего вдруг, каким образом, да, там могла появиться какая-либо нечистота. Но сейчас мы вынуждены вернуться дальше к восьмой главе, рассмотрение которой мы с вами посвящаем наше время сейчас, и мы уже сказали о том, что перемена закона должна привести и к перемене завета. То есть если священство меняется, то меняется и то, что новое священство связывают с Богом. И здесь в послании мы встречаем знамятое пророчество пророка Иеремии, который пророчествовал накануне, во время Вавилонского плена, о том, что Бог заключит со своим народом Новый Завет. Это очень важный текст. Текст важен, потому что для нас слово Новый Завет является привычным. Мы его используем, мы, по крайней мере, слышим его на каждой литургии, где Иисус Христос называет свою кровь в кровью Нового Завета. Но почему он так говорит? Об этом, опять же, разговор впереди. Но само понятие Нового Завета, о том, что он действительно будет заключен, эта идея не является христианской. Об этом Иеремия сказал еще за много-много веков до Христа. Итак, я заключу с домом Израиля, я цитирую послание к евреям, 8 глава, 8 стих, с домом Иуды Новый Завет. Не такой Завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том Завете моем. Я пренебрег их, говорит Господь. Вот Завет, который завещаю Дому Израилю после тех дней. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и будут их Богом, и они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, позная Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня, потому что я буду милостив и неправдам их, и грехов, и беззаконий их не вспомню более. Говоря, Новый показал ветхость первого, оветшающая и стареющая, близко к уничтожению. Итак, о чем же пророчество Иеремия? Что будет представлять собой тот Новый Завет, о котором он говорил? Во-первых, это знание Бога. Все будут знать меня. Дальше это послушание Создателю. Вложу законы моих в мысли их и напишу их на сердца их. Никто не будет говорить, позная Господа, все будут знать меня, и я буду, продолжает Иеремия, милостив к неправдам их, и грехов, и беззаконий не вспомню более. То есть Новый Завет, он, согласно предсказанию Иеремии, связан с полной аннуляцией греха. Бог забудет грехи человеческие, они будут полностью прощены. И тем самым это пророчество, оно как бы является введением в ключевую часть послания, где и рассказывается о том, каким образом такое прощение становится возможным, и какая роль в нем первосвященника Иисуса Христа. Это 9 и 10 главы. И в конце этой важной доктринальной догматической части мы встречаем вновь повторное обращение автора к тексту Иеремии. «Вот завет, который я завещаю вам, после днек тей, говорит Господь, вложу законы моих сердца их, и мысли их напишу, их и грехов, и беззаконий не вспомню более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них». То есть вот итог этого рассмотрения. Никаких приношений больше уже не нужно. Действенное, единственное и совершенное приношение уже совершено Спасителем нашим Иисусом Христом. И о том, каким образом оно совершается, с чем автор послания связывает это жертвоприношение, на что его распространяет, и какие выводы из него делает, мы с вами узнаем дальше при рассмотрении 9 и 10 глав послания.